так ну вот закончили мы тесты испытания лодок и моторов напомним на испытании на тестах так сказать у нас была лодка навигатор 270 мотор ветерок 8 или 12 не могу точно сказать лодка shark 255 и лодочный мотор suzuki 2 и 5 4 такта значит что какие выводы можно сделать сделал я вот такое вот фанерку но лодка плоскодонка было у нее здесь лань книжка но она как бы пришла в неходность поэтому пришлось переделывать был у меня кусок фанеры ламинированной логостойкой поэтому я взял отрезал такой кусочек по ширине то есть ширина листа метр двадцать пять вот так вот она у меня получилось то есть не на все одно на две трети где-то что можно сказать по этому улучшайзингу гораздо лучше чувствует себя лодка ну и я соответственно нервничать приходится меньше проблема в слоне книжки в том что она состоит из нескольких частей и при движении со скоростью там 22-24 километра в час это было дело у нас под пятеркой четырех тактой тахацу я ездил вот и получалось что она начинала вот так вот играть лодка прыгала как лягушка просто болен ее невозможно было даже удержать сейчас на ветерке но вот этом замечательном советская разработка российское производство мотор начала двухтысячного года производства мотор довольно таки свежий в хорошем состоянии никаких тут переделок ничего нету единственное что я поставил топливный коннектор для удобства ямаховской вот бак родной груша ну естественно советская российская пришла в неугодность выбросили взяли тоже ямаховскую вот этой груши лет 10-15 точно и она совершенно практически в идеальном состоянии хотя работает она практически всегда вот значит что с этим мотором это плоскодон очка видите это просто плоскодонка нет никакого келя даже фанерка не целиковая до самого носа это лодочка развивает скорость показала там даже 35 километров в час но устойчивая это 33 скажем так 34 километра в час скорость идет вполне адекватно не прыгает управляемость сохраняется отличная на этой скорости вот идет замечательно значит что под малышом толкает эту лодку малыш любой есть у меня еще mercury 2 и 5 двухтактный как бы ну в районе 10 там 15 километров в час грубо говоря до 15 километров в час любой малыш любую лодку будет толкать без проблем вот это по поводу малышей значит звуком на этой лодке показала там что-то уровне 11 километров в час плюс минус там метры погрешности все остальное ну грубо говоря 11 километров в час на шарке 255 там suzuka показала там немножко меньше потому что корпус более такой упругий получается у нее вот как бочка хубавая скорлупа это то плоскодонка сопротивление поменьше осадка меньше кто и немножко побольше осадка и немного больше сопротивления естественно получается вот там показала скорость 99 с половиной километров в час ну грубо говоря разница там тоже не критичная то бишь грубо говоря на лодочке шар 255 со скоростью 10 километров в час в среднем можно уплыть на большое расстояние довольно таки толкает старается малыш как бы естественно лошадочек то у него что-то без половины лошадки что немаловажно это то что с этой скоростью малыш этот будет толкать практически любой вес вот и лодки то есть в районе 10 километров в час даже если посадить еще там одного-двух человек все равно скорость будет приблизительно тоже там в районе десятки значит по ветерку и лодки shark значит скорость получилось там тоже в районе 34 километров в час то есть это это лодка показала приблизительно одну и ту же скорость никаких там супер-пупер настроек поднятия моторов там регулировок ничего я не делал все поставил и поехал приблизительно относительно более или менее чтоб ровно все было значит что уже как бы вечер тестом пора заканчивать и валить домой поэтому не будем заморачиваться тут догонять там до километров в час там плюс-минус эти метра какие-то там добиваться то максималки этой смысла никакого нет единственно естественно не то не то лодка 50 километров в час этими моторами не пойдет значит какие выводы лодки имеют право быть в любой лодке можно найти недостаток можно найти достоинства одно и то же недостаток скажем какая-то особенность лодки для кого-то будет недостатком а для кого-то будет скажем положительной чертой те же например размеры вес какие-то там еще показатели ну не важно любой показатель может быть как и положительным в одном случае так и отрицательным другом случае все зависит от ваших хотелок все зависит от того что вы будете требовать от этого так сказать комплекта естественно если вы будете с мотором ну либо просто лодка там под веслами например поэтому выбор лодки довольно-таки сложен так же как и мотора все зависит от моих факторов вы чтобы их понять нужно либо много изучать всего и делать в свои выводы на чужих скажем так испытаниях там каких-то тестах видео либо покупать что-то и пробовать это уже в своих условиях как бы что это будет значит для вас ну впереди еще будут другие лодки будут другие моторы все это будет испытываться сниматься видео как бы возможно кому-то это поможет выборе с лодкой либо с мотором потому что даже я например до сих пор еще не могу определиться какая же для меня все-таки лодка лучше у них там несколько штук около десятка сейчас вот например так несколько мотором с моторами немножко попроще скажем так здесь критерием не так много мощность вес расход топлива два такта 4 такта ну тоже есть свои плюсы и минусы во всем этом тоже 4 так ник скажем имеет плюс в том что он как бы четырех так мы имеет больший вес 2 так на имеет меньший вес но ну это уже как раз будет другое немножко видео порассуждаем на эту тему пока палубка вот так как то так вот так что всем спасибо кому интересно подписывайтесь просмотр вроде есть подписываться особо никто не подписывается как бы не знаю может быть может быть уже запал мой пройдет сверну эту тему хотя самому как-то интересно в что было много отснято на телефон телефон заглючил было снято интересные моменты по лодке романтика по лодке автобот по лодке вега лодка мкм были у меня все эти лодки как бы по ним был ли отснято видео ну небольшие там скажем тоже так чисто для себя но телефон закрыт заглючил видео эти все пропали сейчас мне даже самому было бы интересно посмотреть что было тогда как полетели три штучки скоро открытие скоро сезон охота начнется будем охотиться покажу вам охоту наших местах что из этого получаться будет ну вот так что как-то так сбился смысле с этими лодками суть в том что подписывайтесь просматривайте видео ставьте лайки рекомендуйте друзьям пишите комментарии как бы ну и это будет как бы приятно вам это ничего не стоит вот кому-то что-то возможно когда-то поможет если кто-то там будет писать в комментариях что-то полезное скажем так и конструктивное то всегда рада пообщаться споре рождается истина как бы я не претендую там на какую-то прям вот она моя истина и все тут нет я показываю то что получается у меня как получается у вас может быть это будет все выглядит гораздо иначе я не против поэтому подписывайтесь подписывайтесь смотрите будем полезны друг другу